Идем в партизанскую деревню. Что-то у нас есть. Вон дети опять. Они, наверное, собирают винтовку. Так жили партизаны. Это сырой груз. Ну а еще есть маленько другого вида. Он более светлый, охватный по краям. Это сыроежка. Это название груз. Точно не помню, но тоже груз. Грибы, в принципе, употреблять можно все. Кроме, там, какого-то макомора, скелета поганки. Причем употреблять после химической куботки. 10-15 калорий. Те же самые додавки. Кладосмидрики, опяты, подвезы, пределы. Все это делаем в партизе. Даже если вы там ели какой-то свой гриб. Потому что в любом грибе сидишься так сильно. Вы по-любому можете отгориться. И отбросы любого гриба. У нас отбросы. Чуть и выкрут. После этого выкручиваем. Отбиваем. Спасибо. А борщевик зачем? Вот этот седон. А, да? Его есть, может? Вот этот. А борщевик прямо есть можно? Не сам борщевик. Стебель борщевика. Стебель, который молодой подъем. Вот его можно. Связаем стебель. Чистый на брюшевых. А он вполне может быть. Нормально. А попробуй. А не отравишься? Там здесь жесткий какой-то борщевик. Сосновского. Вот он отличается не то, что маленький. А самой формой лишь так. Вот здесь они широкие такие. И разрезы меньше. А здесь вот можете посмотреть. Такие глубокие разрезы. Вот такие мелкие. Ну, он сам по себе, наверное, меньше, да? Вот этот ядовитый. Ну, он может вообще вырастить. А еще, по-моему, он колется. Он идешь, он прям, ну, жжется. А вот этот нет. Вот этот у нас прямой. Ну, он, может, чуть-чуть ждет. Ну, то есть он абсолютно безвреден, так сказать. Ну, смотря на кого какая кожа, чувствительность. Допустим, на западе. Это Московская, Псковская область. Там этот борщевик вырастает до 4 метров. То есть такие плантации прям. И при попадании его яда во кожу. И еще плюс воздействия с лучшей плутей появляется серьезный ожог. То есть можно получить ожог от кипятков гораздо хуже. Но у нас такого нет, да? В море идет. Да, они еще не дошли. Не доросли. А это что? Ну, липа и понятно. А это что? Это у нас есть топинамбур. Да, понятно. А вот это вот? Это все. Это лимонник? А, ты же можешь. Ну, понятно. А это? Это поплоды, естественно. Ну, знаете, да? Это лошадь. А, конечно, на верх. Ну, поплоды, естественно, на двух частях. Понятно. Ну, и разведение. У меня, так сказать, первобытный классик. Метод рабочий. Здесь невозможно. Используем, чтобы, естественно, строить процесс. Насыпаем 4-5 процентов. Угу. Используемся для разведения. То есть, какие-то ключи гнезды, ну, из-за того же, либо сутку трубу. Аксалон. Такую же. Ремес, желудку. Канейская. Все, что выкатываете на палку. Естественно, все должно быть. Угу. Что это, блиндаж? Он просто... В партизанской деревне есть вот такой тир, где можно пострелять с арбалета, с пневматики и с Калашникова за холостыми патронами. Один выстрел 100 рублей, с пневматики 10 рублей. Один выстрел, ну, то есть 100 рублей и 10 выстрелов. И с арбалета, не знаю, не спрашивали. Ну, в принципе, все. Прогулялись по всему... По всей Ворошиловской батарее. Здесь, я так понимаю, какие-то пейнтбольные постройки, локации. А тут домик снизу.